В минувшую пятницу в культурной жизни Екатеринбурга случилось еще кое-что эпохальное, хотя и не башенное, но зато в самом центре, в Ельцином центре. Здесь выступал с презентацией своего эпического труда писатель Алексей Иванов. Или даже знаменитый писатель Иванов, который в весьма значительной степени наш земляк. Хоть и происходит он из ближней сестрицы Перми, в Екатеринбургский ценз оседлости он вполне уверенно получил за годы учебы в уникальном вузе, носившем имя Алексея Максимовича Горького, в честь которого даже город назвали, чтобы будущий классик в нем родился 48,5 лет назад. Дошла очередь до презентации на родине диплома «Плода трех лет жизни» второго тома, второй части романа «Табол». Первая книга, как вы, конечно, помните, а полсотни тысячи окупивших знают точно, называлось «Многозваных». Соответственно, название второй угадает каждый первый, читавший притчу о брачном пире. Теперь «Табол» полон. На самом деле это один единый роман, и между событиями первой и второй книги нет никакого ни событийного, ни временного зазора. Просто мне удобнее писать его было вот так вот в двух книгах, а издателям удобнее издавать его было в двух книгах. Но представьте, что вот этот огромный романищик пихается в одну книгу. Она же вот размером, я не знаю, метод, толщиной. Вот это в точку. А объемчик вполне тянет на колоссальный. Впрочем, это не должно никого пугать. У Алексея все читается очень легко, и даже как-то где-то вкусно. Просто сказать, что «Табол» — это исторический роман, ну тогда уж лучше вообще ничего не говорить. То есть, по сути-то, это, конечно, так. Но, кроме того, там столько всего, что разновидности и подвиды жанров, открывающихся читателю по мере углубления, столько, что перечислять их можно. А у нас хронометраж, дедлайн и так далее, а у вас, я вижу, уже пультик в руках. Говоря современным языком, все происходит в Уральском федеральном округе. Немного в нынешней Свердловской области, немножко в Курганской. Больше, и понятно почему, в Тобольске, в Ямало-Нинецком и Ханты-Мансийском акционерных обществах, и даже в Казахстане. На Тоболе, Иртыше и Аби в 1711-1718 годах, когда Русь Сибирью еще только прирастала. Персонажей автор наплодил тьму-тьмущую. Не убоялся, что придется ведь нянька-ца выписывать его, пестовать, вплетать, каждого зело заботливо. Тут вам и всемогущий князь Гагарин, казненный позже Петром Первым за казнократство, и отечественные Леонардо Сергей Ремезов с семьей, и демоны, и архиепископы, и шведы-пленные, и казаки, и походы, и раскольники, и массовое самоубийство староверов, и крещение остяков, интриги, и такой Петр Первый, каким его до Иванова никто из писателей так неожиданно никогда еще не изображал. Добавьте сюда еще действующих параллельно языческих богов, и тогда поймете, с чем примерно придется иметь дело. Впрочем, что это я распинаюсь? Вот кто всю эту кашу заварил, вот он пускай порасхлебывает. А скажите, Алексей, а о чем это вы? А книга эта посвящена петровским временам в истории Сибири, тем деятелям, которые в то время проживали в городе Тобольске, это первый губернатор Сибири Матвей Петрович Гагарин, картограф, зодчий историк Сибири Семен Ульянович Ремезов, ну и множество другого пестрого народа, и митрополиты, и пленные шведы, и бухарцы-торговцы, и офицеры, и местные народцы, и все, и все, и все, и все. А вот еще скажите, а какой том вам лично ближе, первый или второй? Ну, сложно говорить про популярность, это все равно, что сказать, там правая рука у тебя популярнее, чем левая, это же один единый роман, просто разделенный на две книги, для удобства написания и издания. Вот тираж уже большой, уже 40 тысяч по русским меркам, это абсолютный бестселлер. У первого тома тираж 50 тысяч, но первый-то он вышел год назад, а этой книге всего там месяца два, наверное. То есть у нее прекрасные продажи, прекрасная аудитория, все у нее благополучно, и нечего лучше желать. При всем при этом, грандиозная историческая фреска написана очень дружелюбно по отношению к читателю. Мало кто из современных авторов владеет словом так, как Алексей Иванов. В книге много терминов, старинных словечек, но в херах, ятях и акипади не заблудишься. Текст глотается без затруднений, и из-под икачей. Переваривается также легко. Красиво, например, описано, как едет князь Гагарин на Тобольск, на губернаторство, а едет он на карете, да по Бабиновской дороге. А понятия эти местами часто взаимопочти исключающие, тем более, что карета-то золотая. Пришлось трансмиссию менять, и по сути сотни километров несли ее бедолаги на руках и на ногах. В общем, закончил Иванов свой Тобол, и с ним встал в один ряд со Львом Толстым и Михаилом Шолоховым, которые там стоят уже давно, с войной и миром, и тихим доном. Да, вот так. Да, понятно, что взовьются сейчас недоброжелатели. Да как же так можно? Да кто он такой, чтобы вот так вот возносить? Да кто? Алексей Иванов, писатель, с большой буквы Пи. В конце концов, и у Путина, и у Достоевского были среди современников и такие, что их не то что за гениев, а за людей-то не каждый день считали. Казалось бы, написав такие вещи, как географ Глопус пропил, сердце пармы, общага на крови, золото бунта, блуда и мудо, Иванов уже прочно забронзовел в категории весьма живые классики. Но вот поди ж ты, выдал еще и Тобол, и просто превзошел сам себя. Обыграл, как Корякин перворазрядника. А перед этим еще и поразминался, накатав сценарий аж на восемь частей сериала, а ко дню рождения глядишь и премьера полнометражного фильма поспеет. Но в титрах Алексея Иванова ни там, ни там не будет. Велел себя вычеркнуть. Почему? Ну вот вы прикиньте, написали вы «Войну и мир». Вложились в нее всей душой и вообще всем. То есть вы, Лев Толстой, а тут такой брат Люмьер подходит и говорит, что-то давай, чтобы фильм позрелищнее был, подрихтуем маненечко. Вот что у тебя без ухов? Он же Пьер так просто без дела по батарее шастает. Давай его артиллеристом сделаем, пусть он из пушки бахает. А Наташу Ростову заодно сделаем санитаркой и пусть она его там раненого бинтует, а еще пусть он будет негр. В общем, не сошлись в творческих вопросах и в глубине, на которую режиссер имеет право плюнуть в душу сценариста. В принципе, ничего особенного в этой ситуации нет. Такие конфликты сплошь и рядом случаются и в наше время, и в прошлое время бывали. То есть не надо относиться к этому как к какой-то катастрофе, просто разные точки зрения у разных создателей фильма, потому что фильм все равно это продукт такой коллективного творчества. Вот я фильму желаю всяческого успеха, но это не та история, которую хотел бы рассказать я. Завершая этот коротенький сюжет, скажем просто читайте табул. Можно просто вот с первой части взять и начать. И, кстати, о первых. Царь-император Петр I описанный там для многих будет просто шоком.